добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут яков файн сегодня 27 декабря 2021 года и вы находитесь на чудесном пласковом теплом добром канале который назван был каким-то хорошим парнем честь меня честь меня этот канал называется яков файн есть у меня еще один молодой бебичка канал который называется программист читает библию я читаю интересные истории из библии накладывая их на свою матрицу и фильмов раймин и есть еще канальчик который называется карьера информационных технологиях но вернемся к нашим комментариям которых стало почему-то меньше стало меньше комментариев интересно или я вам наскучил или что но мало комментариев значит буду мало комментировать ростислав пишет молчаливое ущемление христиан может быть подтверждением силы и победы христиан я говорил вчера о том чем я буду подсказывать что я говорил хотите послушайте не буду он тем более ростислав вообще даже оставил ссылочку молчаливое ущемление христиан будет может быть подтверждением силы и победы христианства зрелый и сильный не обидчив и не мститель победивший не может быть ущемлен побежденным по определению в то же время орфитоксальное христианство переживает новый расцвет наши дни греция рядом о последнем факте рассказал интереснейший добрейший ламповый богослов александр филоненко недавнем блоге рождество 2020 2022 находится на ютюбе не знаю кто это но надо будет взглянуть я в принципе согласен ростислав что христиан типа пытаются кусать колоть шпильки вставлять а они даже не придумали термина для таких обидчиков это говорит о сильных христианств конечно последние лет 10 может 15 я услышал этот термин иудео христианская культура или цивилизация то есть это говорят о том что один бог есть бог и у христиан и у иудеев ценности похожи потом что еще нет идолопоклонничество не делают много богов как в некоторых других религиях и так далее в библии у у евреев ветхий завет у христиан и ветхий и новый завет в общем да наверное христианство сегодня сильно и поэтому считает не стоит обращать внимание на всяких козлов ну и правильно вчера я сказал что я планирую записать записать видео со своим старшим сыном который мультипликатор и если у кого есть вопросы присылайте вопросы не ко мне а к нему я им передам и вот виталий општейн пишет уже первый вопросик добрый день яков интересно послушать вашего сына по поводу работы где он учился может можно обучаться онлайн по специальности мультипликатора попросить не знать моя дочь любит японский аниме рисует на планшете хотелось бы узнать побольше в этом направлении еще даже до того как я как мы с ним будем разговаривать я могу сказать вам что он учился в манхэттене закончил четырехгодичный не университет как он называется school of visual arts и получил степень в классической анимации так по моему называется степень бакалавра по моему это называется бейтлор of arts что такое про онлайн не знаю но опять я его спрошу конечно же когда мы с ним будем записываться так если еще что-нибудь больше не а нет вот есть еще один да его оставил майк 606 с яков думаю вам будет интересно прокомментировать эпизод с видео а нам послушать и ссылочка на видео я кликнул на эту ссылочку мне действительно было интересно это кусочек интервью илона маска илона маска давайте делаем так я тут включу пару минуточек послушаем его как он отвечает ну и я прокомментирую как меня попросил майк 606 с давайте послушаем это интервью чуть-чуть не все а тут она начинается с того что его спрашивают ты очень грубо и зло твитанул про сенатора ворон помните ворон и уже кличку я дал этот трамп пока хонтас потому что она врала что у нее якобы кровь индейцев где-то было потом оказалось не было но не важно сенатор ворон да и и не выбрали есть как мы знаем президенты но она была кандидатом довольно активно вот и эти вот интервью интервьюеры спрашивают илона маска чудо-то на нее наехал так сильно в твиттере и слэмдер мэн признак алда менеджер ангей сервер керен вот вот этот твит он ответил ей где-то там пожалуйста не вызывай менеджер не докладывай про меня менеджеру сенатор керен сенатор керен сенатор ворон вот ее твиттеровский этот handle она не керен но керен это вообще это такое именно орицательное им пользуются чтобы описать белую женщину которая возмущается и требует чего-то больше чем вообще нормально было бы требовать самый яркий пример из последних лет это было пару пару лет назад до пандемии еще здесь в нью-йорке в централ парке вы наверное помните там была одна барышня молодая выгуливала собачку а вы был черный парень который птичек фотографировал а она увидела черного подумала что он ее фотографирует и стала звонить в полицию и нервничать и кричать тут мне угрожает один черный и так далее был такой был стыд и позор вообще вообще ничего не делал ну вот это 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 ее вот эту девочку называют керен из централ парка например также здесь он пишет сенатор керен не вызываем менеджер на меня она требует больше и больше налогов чтобы платили миллиардеры ну конечно илон маск всем миллиардером миллиардер недавно он продал свои акции и заплатил налог заплатил налог огромный утром налога вообще никто нет мире человека который заплатил бы 11 миллиардов долларов только налогом да мы еще об этом поговорим через пару минут давайте чуть послушаем милана маска он говорит она начала первой вот видите давайте почитаем что она писала элизабет ворон она писала что давайте изменим не по испорченную как это сказать испорченный свод законов о налогообложении для человека года а илона маска выбирать человеком года чтобы он наконец-то платил уже налоги вот не грузил других даже не знаю какой фрилординг ну короче наверно не избегал все таки фрилординг или типа на шару на шару катается допустим в трамвае вот такой трудно мне найти русский аналог он говорит что я заплатил налогов в этом году больше чем любой человек в мире а она говорит не платит так вот тут интересный нюанс он от сенатор ворон элизабет ворон она получает зарплату ну там тысячи не знаю сколько 180 год примерно так ей зарплату платим мы налогоплательщики то есть он выстраивает логическую цепочку так как она сидит на сидит на нашей шее фактически она живет за счет налогов понимаете она живет за счет налогов нас то есть фактически она не платит налоги а живет за счет налогов даже если она фактически платит налоги но вся ее жизнь происходит за счет таких как мы я и Маск, ну не только нас двое, как вы понимаете, еще кое-кто платит налоги. И говорит, ее зарплата оплачивается налогоплательщикам, какими как я. Не ирония ли это, что она меня обвиняет за что я не плачу налоги, хотя на самом деле, она сама сидит на моих налогах. Тоже такой интересный вопрос следующий. У нас есть такая сеть организаций, которая называется HR-блок. Это такие конторки, когда начинается сезон оплаты налогов. Многие люди, у которых там простые какие-то налоги, не обязательно только простые, но они идут туда, в HR-блок, им быстро делают тексты, они переносят бумаги, там заработал столько-то, сняли уже столько-то, столько-то, депенденс, то есть у меня на шее сидит людей и так далее. И эти HR-блок берут небольшую плату и сандалят эти таксы для всех, кому не лень. И вот они его спросили, интервьюеры, что было бы, если бы ты пошел в HR-блок и попросил, чтобы они тебе просчитали твои налоги, намекая на то, что у него там такое, 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 что никакой HR-блок так просто не сделает. Нужны там супер-дупер спецы. Это намек такой. Он говорит, мои налоги не сильно-то и сложные, то есть считать мои налоги. У меня нет никаких офшорных счетов. У меня нет никаких вот этих tax shelters. Знаете, эти страны, это типа Каймановы острова, где можно прятаться. У меня на самом деле есть только акции компании Тесла и компании SpaceX. Вот, в общем-то, это основные его владения. Тесла is publicly traded, so information is public, and SpaceX is... Он говорит, что Тесла торгуется public trading, то есть на биржах, то есть там все прозрачно. You know, a C-corp that is audited, you know, it has outside auditors, so it'll work with that. SpaceX тоже, ну, C-corp, это корпорация типа C, ну, не будем ходить, это просто. So it is, they're also, everything is extremely transparent. Он говорит, что все, что у меня есть, это extremely transparent, то есть очень все прозрачно. There is no, there are no elaborate sort of tax avoidance schemes or anything like that. Нет у меня никаких изысканных, изощренных схем по уходу от налога. Я еще там послушал еще несколько минут, заходите, слушайте все. В этих нескольких минутах он рассказывал, что же он там рассказывал интересного. Он рассказывал, что он был вынужден продать стаки, и он в частности акции, и он в частности обращался на Твиттере, нет, не надо, как вы считаете, типа голосование, ну, это такое шутливое голосование, не считаете ли вы, что я должен продать 10% shares, то есть акций компании Tesla. Там проголосовали, да, в общем, он продал. И я уже вам это рассказывал, но хочу еще раз подчеркнуть, может быть, не все слушают каждый выпуск. Какая большая ошибка это, кстати. Дело в том, что когда любой человек делает компанию, ну, допустим, вы один человек, хотите в Штатах сделать компанию, сделать, инкорпорироваться, идете к бухгалтеру, платите там 400 долларов, и вам присылают такую папку с печатью, и там в частности уже лежат готовые бланки акций. Они не знают, может быть, вы будете следующим известным каким-то стартапером, заработаете много денег, и на вас начнут работать много людей, и вы выйдете, в конце концов, на рынок. То есть эти уже акции пустые лежат у вас прямо уже в этой папочке. Подавляющее большинство людей этим не пользуются. Ну, вот, например, взять меня. Когда я открыл там свою первую корпорацию, я был там не один. Она мне нужна была просто, чтобы работать как независимый консультант в 97-м году, не помню, или в 96-м году. И все. Но мне пришли вот эти бумаги, акции. Я никогда, естественно, не стал публичной компанией, которую покупали на рынках. И они так и лежали где-то. Потом я эту компанию закрыл, я их выкинул, порвал. Но, если компания более-менее большая, и у них есть виды на то, что они выйдут, в конце концов, на рынок, и они хотят нанять качественных специалистов, ну, в моей области это были бы программисты, то эта компания скажет, допустим, нанимает классного парня технически и говорит ему, ты знаешь, у меня нет денег платить тебе зарплату, которую ты можешь получить в другом месте. Просто, например, пойдешь в крупную корпорацию. Но я тебе даю вот эту акцию и еще опционы. У вас по-русски это называется options. Если у нас выстрелит это дело, у тебя будет там, допустим, ты сможешь купить тысячу акций там по цене совсем маленькой, нашей компании. Я говорю, условно, тысячу акций. И тогда, допустим, человек соглашается, решает рискануть и пойти в эту компанию, и он должен отработать мне сколько-то лет, тоже еще одно условие, естественно, но потом, допустим, пять лет отработал, имеет право выкупить акции, которые ему обещали, может уже уволиться, и выкупить эти акции в надежде, что за эти годы компания стала паблик, и акции выросли, и ему обещали их там по три копейки, эти акции, тысячу акций по три копейки, допустим. А она сейчас стоит по шесть копеек. Значит, он два раза больше заработал. То есть, вернее, он большую сумму уже заработал, он их покупает по три копейки, может тут же пойти и продать на рынке по шесть копеек. Понимаете? И вот такая же ситуация была у Илона Маска. Он подходил к этому времени, он же когда-то тоже делал Теслу. То есть, ну, конечно, он более успешный, чем я, и если я выбросил эти акции, он не выбросил, он в результате пошел на рынок, не он, он вывел компанию на рынок, IPO и так далее. Акции взлетели этой компанией, вы не понимаете как. Вы не понимаете. Допустим, если бы пять лет назад вы купили акции Теслы на тысячу долларов. Я не помню, я забыл, или пять, или нет, но это было там по 250 долларов они были тогда эти акции. За штуку. Ну, допустим, вы купили бы четыре штуки. По 250 долларов. А он, как основатель компании, он имел право на миллионы акций. То есть, любая компания, стартап может сказать, мы выпускаем миллион акций, или 20 миллионов акций, которые сейчас пока ничего не стоят, пока не выйдут на рынок. И вот, если бы вы купили, к примеру, четыре акции, даже по 250 долларов, это уже тогда была дорогая цена, то сегодня эта тысяча превратилась бы как минимум в 20 тысяч, а может 25 тысяч. Мне сейчас лень идти и смотреть цифры, но примерно так. То есть, акции выросли на тысячу с чем-то процентов за эти пять лет. Тысячу. Когда банки дают тебе сегодня один процент, а это было тысяча. Понимаете? Ну вот, и подошло время, а у Илона Маска, естественно, тонны этих акций, как у основателя. Мы говорим, я не знаю, но миллионы точно этих акций. Сегодня они там по тысяче за штуку. И он, когда создавал эту компанию, там, видно, были в контракте записаны, что к следующему августе, в августе 2022 года, он обязан их выкупить. По той цене, которой мы обещали, когда-то там. Если он этого не сделает, то они пропадут. Естественно, кто хочет, чтобы пропали деньги. То есть, он выкупил. И с них он заплатил налоги. 11 миллиардов долларов. Вот в этом году он заплатил. Только потому, что он сделал то, что называется taxable event. То есть, налоговое событие произошло. Если бы он их не продавал, а просто продолжал держать. Ну, там, на молоко у него были, там, какие-то деньги. То не надо было ему платить налоги. Потому что они сегодня выросли, а завтра не выросли. То есть, это unrealized gain. То есть, мы видим, что они стали намного дороже на бумаге, чем раньше. А теперь, ну, он же их не продал. Поэтому физически он же денег не получил. А тут он был вынужден. Он был вынужден. Из-за этого он на какую-то сумму, он получил сколько-то там миллиардов. Из них 11 миллиардов он заплатил налогами. Вопрос возникает в следующем. Почему это Керен, сенатор Керен, она же Элизабет Уоррен, чего она гавкает? Чего она на него гавкает? Если бы она, или ее муж, или ее брат, или сын, или вы, поставьтесь, давайте возьмем вас. Если бы вы купили, как я вам описывал, 4 акции по 250 долларов, на 1000 долларов, и за 5 лет 1000 превратилось в 20 тысяч. Вы еще не продали. Еще нет taxable event. Вы не заплатили бы ни одной копейки с этого unrealized gain. Unrealized. Вы его не реализовали, этот доход. Понимаете? Вы бы как считали, что вы виноваты в чем-то? Вы преступник. Вы уклоняетесь от налогов. Что вы сделали неправильно? Ничего. И что же это на вас гавкать было бы? А на него можно, потому что у него много акций. А Элизабет Уоррен, ей стыдно, что у нее есть много денег, а не у всех много денег есть. Понимаете? И вот эта социалистическая дурость, которая у нее в голове, вынуждает ее гавкать на людей, которые сделали для науки море. Еще раз смотри, как сказал Илон Маск, она сидит у него на шее. И она еще говорит, что он не платит налоги. Миллиардеры платят львиную толику всех налогов в Соединенных Штатах Америки. Понимаете? А этим не имется гадом паршив. Ладно. Что-то я уже завелся из-за какого-то маленького комментария майка 606-го С. Так, ладно. Давайте тогда перейдем к нашим делишкам. Новостишка, в общем-то, неплохая. Хотя, конечно, будем поговорить немножко о вирусе, о ситуации с пандемией. Невзирая на то, что и в Нью-Йорке я это видел, и здесь я это вижу, и слышу, конкретные люди подхватывают коронавирус. Я вижу очереди длинные, чтобы тест получить. Очередной провал Байдена. Позорного. Тестовый центр он не может сделать. За год. Он... Ну ладно, не буду заводиться. Да. Так вот, я все время пытаюсь, я читаю эти все статьи, слушаю что-то там, новости. Пытаюсь найти для вас, не только для вас, что я вжу. Для вас и для себя в первую очередь. Какой-то лучик надежды, какой-то свет в конце туннеля, чтобы было видно, что, ну, уже скоро, вот скоро, скоро все закончится, и будем жить нормально. Как раньше. Как раньше. А вспомните, кстати, жили раньше, все там рвали на себя волосы по каким-то мелким событиям. То есть подумать сейчас, чем вы возмущались, чем вы были недовольны. По сравнению с пандемией все то меркнет. Ну, все-таки хотелось вернуться хотя бы туда. Ну, может, когда-нибудь будет светлое будущее, и мы все будем, взявшись за руки, танцевать 7.40. И вот я почитаю одну статью, и мне кажется, это свет в конце туннеля. Давайте почитаем ее вместе, я вам расскажу, почему я считаю, что это свет в конце туннеля. Пишет нам агентство Reuters. Южная Африка прекращает требования по изоляции для людей, у которых нет ковидных симптомов. Имеется в виду что? Имеется в виду то, что если кто-то, если у кого-то было, как у нас говорят, exposure, если, допустим, вы с кем-то общались, потом вернулись к себе домой, там, вы с кем-то виделись, а потом он вам звонит и говорит, ты знаешь, слушай, я подхватил коронавирус, и у меня положительные эти тесты, анализы. Раньше в Южной Африке, ну, не только, естественно, они требовали, что все, кто, они, во-первых, пытались отследить, они бы спросили этого человека, с кем ты общался, кого ты видел, они бы тех всех обзвонили, сказали бы, вы все сядьте и сидите на изоляции. Почему? Потому что вы контактировали с больным. Так вот, эта вещь аннулирована. Это требование. То есть, если человек с кем-то и контактировал, у кого был позитивный тест. Но если у вас нет симптомов, вам не нужно сидеть в изоляции. По моему мнению, это big deal. Это очень большое изменение в политике. Во-первых, я хочу вам напомнить, что Южная Африка, страна Южная Африка, у них впервые был обнаружен вот этот вирус омикрон. Это было где-то в середине ноября или там 11 ноября этого года. То есть, полтора месяца назад, даже меньше. И тогда они увидели, как вспышка, оно понеслось по стороне, а потом оно уже перебывало с другой стороны и так далее. Но там был эпицентр. И уже тогда я вам говорил, если вы помните, что, похоже, это наше спасение. Если симптомы очень маленькие, люди заболевают, да, но не умирают и не перегружают госпиталя, и не требуется им вентиляторы в легких и так далее. И тогда я вам сказал, что это похожая натуральная вакцина. То есть, все переболеют в легкой форме, ну, или, может, не все, но большинство вот этим омикроном, и в результате у всех появится натуральный иммунитет. плюс еще многие вакцинировались, то все будет нормально. И похоже, это так. У нас сильно политизированное лобби фармацевтических компаний, вот это Food and Drug Administration, коррупционные конторы, CDC, Center of Disease Control, все коррупционные. Я сейчас смотрю один фильм, ужас, ну, я вам расскажу о нем побольше. В частности, о коррупции там в FDA. Тут будет нагнетать и дальше. Продолжает нагнетать, уничтожать, требовать вакцинации и все. Я не против вакцинации сто процентов. Сам сделал booster, вот недавно, уже три сделал. Считаю, что это полезно не для детей, для взрослых полезно. Но читаешь вот эти все страхи, страшилки, которые в газетах, там, интервью по телевидению, они пугают, но они как-то избегали все время вопросы, тяжелых болезней в госпиталях и смертей. Вот распространяется скорость распространения омикронов в сто раз больше, в сто раз условно, конечно, несколько раз больше, и вот столько-то, тысяч, десятков тысяч новых инфекций сделано. Но обратите внимание, они не говорят про смерти, новые инфекции. а почему же смерти не растут? Количество смертей. Тут я решил, думаю, дай-ка, думаю, взгляну. Дай-ка, думаю, взгляну. И вот я начал смотреть на Южную Африку статистику. Вот меня интересует, давайте посмотрим, отсюда начнем. Общее количество случаев заболевания растет. Да, растет, растет. Вот. Ежедневные новые случаи было много. Пиком было 40 тысяч. Это было когда? Вот тут это декабрь, декабрь. В ноябре у них было тихо, но потом у них появился вот этот омикрон, и оно пошло наверх. Ежедневные случаи. Это все Саус-Африка. Посмотрите, какая вспышка была, начиная с ноября, и наверх полетели, полетели, полетели. Было вообще ничего. 17 тысяч стало где-то здесь 200 тысяч. Допустим, здесь, там, 130. В 10 раз, в 8 раз выше стало. Количество заболеваний, внимание, не смертное. Теперь смотрим на ежедневные новые смертельные случаи. Посмотрите, как оно идет вниз. Вообще нифига. То есть, невзирая на то, что с ноября, середина ноября резкая вспышка заболеваний, вся смерть и нервевская вспышка. Давайте посмотрим на штат. В штатах общее количество естественно растет, ежедневное количество заболеваний растет, растет. Что у нас активные растут, а смерти? Ну, в смерти общее количество смертель, конечно, растет, а ежедневные. Смотрим. Вот, скажем, в прошлом году, в феврале 2021 года, вернее, в этом году еще, но в феврале, количество смертей было 3,5 тысячи. Помните, я все время, я предложил такую псевдонаучную систему мерить самолетами. То есть, 3 тысячи человек, если умирает в день, умирало. Считайте, что в самолете 300 человек и каждый день падало и разбивалось в смерть 10 самолетов. Это было много, это было слишком много. Потом, смотрим сюда, скажем, это было июль этого года, 257, 300, один самолет падал каждый день. Представляете, не 10, а один самолет разбивался. Потом был подъем где-то там в сентябре. В сентябре был подъем на 6 самолетов. Ну, а сейчас, посмотрите, флет все, так ровненько оно, 1200, 1200, 4 самолета. А тут даже вообще вниз оно пошло немножко. Понимаете? То есть, как по мне, это свет в конце туннеля. То есть, невзирая на то, что количество инфицированных растет, судя по всему, эти инфицированные переносят его более легко, ну и, слава богу, умирают намного меньше. То есть, не приводит к увеличению смертей. Если это так, и если, я буду поглядывать теперь более внимательно на Южную Африку, потому что к нашим у меня доверия нет. К нашим коррупционерам в высших слоях доверия нет. Потому что они будут все так же нагнетать страхи, 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 чтобы колоть детей, колоть этих, не пускать в школу, не пускать федеральных работников, ну, не верю им, этим гадам паршивым. Вот, но, может быть, в Южной Африке, раз они первые сумели сделать такой шаг, что не надо сидеть в изоляции, даже если ты контактировал с больным, а у тебя нет симптомов. Может быть, Южная Африка is the place to be. То есть, там надо находиться в этой стране. Там еще не так все коррупционировано. Ну, вот, теперь буквально еще пару вещей, чтобы закончить сегодняшний. Чудесный, ласковый, добрый, оптимистичный. Я вам всегда говорю, не порчу я вам настроение, скажите, не порчу, вот другие порчут. Вот вы встали сегодня утром, а ну-ка вспомните, вам уже настроение, сколько человек испортило с утра. Пшелька, пшелька мне, послушать подкасты. Я вам не испортил настроение, правда? Даже если я говорю о чем-то нехорошем, я говорю об этом с улыбкой и надеждой. Ну, хватит обо мне, любимого. Да, вот интересную статистику я вам еще покажу, так как мы все на медицинские темы говорим. Читаем вот эту статейку про Нью-Йорк, газете Нью-Йорк-Пост. Нью-Йорк's Medicaid enrollment skyrockets by nearly 1.5 million during pandemic. Что это значит? Medicaid, ключевое слово Medicaid. Medicaid – это медицинская страховка для бедных, для людей, которые живут ниже уровня бедности, или, может быть, они потеряли работу, а у них нет. И вот есть процедура специальная во всех штатах, естественно, и таким людям дают Medicaid. Скажем, в Нью-Йорке это могут быть и другие причины. Например, люди работают втихаря, по-черному, за наличные. А формально они считаются у нас не от инком. А сами там водят такси в какой-то левой компании и получают наличные, к примеру. Или у вас там, у вас там, например, заправка небольшая. Там многие платят наличными. Те, что карточки вы докладываете в службе налоговой, а те, что не карточки вы не докладываете. И вы держитесь каким-то макаром ниже уровня бедности, хотя на самом деле у вас там полный матрас наличных. Так вот, есть какие-то показатели в разных странах, по которым люди становятся eligible, то есть могут подавать на Medicaid. Medicaid хорошая страховка, и вообще она ничего не стоит, по-моему, покрывает все и принимает все врачи. Но вообще это идеально. Идеальный вариант это иметь хороший заработок и иметь Medicaid. Но, чтобы по-честному это сделать, это, конечно, мало кому удается, хотя удается. И вот, вернее, за год, особенно в штате Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк это, конечно, как это сказать, город золотой, как пел аквариум. Для всех обездоленных, они там же и тусуются, потому что там очень большие льготы. Именно в штате, именно в городе для бедных и так далее. И вот посмотрите, в штате 20 миллионов человек живет. В штате Нью-Йорк, я говорю. Эта ситуация не везде такая. Из них 6 миллионов получают Medicaid. Я вообще обалдел, когда я услышал эти цифры. каждый третий сидит на Medicaid. Мы тут пашем-пашем платим бешеные деньги за медицинские страховки, еще не все хотят их взять. А каждый третий в штате Нью-Йорк получает Medicaid. Страховку Medicaid, медицинскую. Которая в 3 раза зачем работать, понимаете? Что творят социалистические паршивцы. Да. И оно выросло, главное, оно выросло с какой скоростью. В январе 2020 года было 6 миллионов Medicaid, а к марту 2022 года будет 7,5 миллионов. На полтора миллиона выросло. То есть, судя по... И они говорят, тут статья довольно длинная, но они говорят, что какие-то тут ножницы получаются. Количество людей, которые живут ниже уровня бедности и количество людей, у которых нет работы сегодня, должно примерно равняться количеству людей, которые получают Medicaid. А оно не так. То есть, получается, что люди злоупотребляют или в штате Нью-Йорк есть какие-то коррупционеры, какие-то свои каналы, по которым людям дают Medicaid, хотя они может быть не совсем бедные и так далее. Есть еще один, конечно, вариант, как получить Medicaid. Он, типа, он, как с моей точки зрения, не кошерный, но он легальный. То есть, есть такое понятие, как трасты, то есть, некоторые люди все свое имущество переписывают в так называемый траст. То есть, типа, как организация, которой они не управляют, там назначается менеджер из доверенного лица, если оно у вас есть такое. Типа, у вас денег никаких не осталось, у вас есть там три копейки, а все остальные деньги лежат в страсти. И если там нанимаются правильные юристы, то они могут это сделать так, что вы, будучи богатым человеком, можете все равно получать Medicaid. Medicaid. Это левые дела, это не кошерные дела, но некоторые это делают. Но это как бы не уголовные дела. Ну, одним словом, если кто из вас планирует стать новым эмигрантом в Соединенных Штатах Америки, может быть, у кого-то из вас есть родственники, которые больные или пожилые, которые не будут работать, не будут платить налоги, то, конечно, таких штатов, как Нью-Йорк, еще поискать. Вообще, это любой демократический штат, но Нью-Йорк это особенный. То есть, здесь есть столько программ для бедных, что не знаю, в какой социалистической стране такое есть. Люди с этим быстро разобрались, и они этим злоупотребляют. Или, как правильно говорить на чисто русском языке, они это абьюзают. Ну, вот такие новости. Но я желаю им успеха, все равно. получилось, молодцы, с чем я вас и поздравляю. Нам, всем остальным законопослушным налогоплательщикам это плохо, потому как где деньги, ЗИН, откуда это должно взяться? На федеральные программы, то есть, платятся миллионы, миллионы, миллионы долларов по городам, чтобы эти программы людям бесплатно давать медики. За счет чего? За счет наших налогов. Ну, вот, но мы не расстраиваемся, enjoy life, как можем. Я вам желаю всего самого наилучшего, благополучного, не парьтесь, главное, будьте здоровы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok